Главный вопрос повестки – мониторинг эффективности высших учебных заведений. Предстоящая проверка уже четвертая для брянских вузов. В срок до 20 апреля все вузы страны обязаны отчитаться о своей деятельности. К 30 мая полученная информация будет обработана и передана в виде статистики министру образования и науки. От вопросов образования к другим, но не менее важным, а точнее к кадровым. Присутствовавший на заседании Александр Жигунов озвучил информацию о перераспределении обязанностей среди заместителей губернатора Брянской области. Где-то недели две назад у нас прошло собеседование по этому вопросу, с Александром Васильевичем Бакаматовым по поводу перераспределения и высвобождения части функциональных обязанностей у Кобозева Михаила Семеновича. Тот объем работы, который был за ним закреплен, это неподъемная ноша, это промышленность, автотранспорт, железнодорожный транспорт, ну и так же КХС. Теперь Михаил Кобозев будет заниматься вопросами промышленности, транспорта и экономики, энергетикой ЖКХ переходят под контроль Александра Жигунова. Напомним, ранее он координировал работу областных департаментов здравоохранения, образования, управления физической культурой и спорта. Теперь эти заботы необходимо будет принять новому заместителю губернатора. Совет ректоров предложил свои кандидатуры. Первым выступил Андрей Антихов, ректор Брянского государственного университета. Он выдвинул кандидатуру Николая Белауса, ректора аграрного университета, председателя Совета ректоров брянских вузов. Однако тот взял самоотвод. В числе претендентов на должность замгубернатора оказался директор департамента образования и науки Владимир Оборотов, а также директор Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Татьяна Болховитина. Именно ее кандидатура была поддержана практически единогласно. Это действительно неожиданно, но в то же время очень радостно, потому что мои коллеги, оказав такое высокое доверие, и обязывают меня очень ко многому. Действительно, я знаю проблемы образования, но решать их, знать и решать – это разное. Поэтому надеюсь, что единодушная поддержка, она позволит нам также обеспечивать согласование и реализацию совместных решений в интересах образования нашего. Кристина Перцхилова, Евгений Седачев. События. Брянск.